В Славянском историко-краеведческом музее бережно хранят память о подвигах наших воинов не только во время Великой Отечественной войны, но и в более поздних локальных конфликтах. В День защитника Отечества солдаты воинской части Славянска-на-Кубани пришли в музей, чтобы встретиться с ветераном боевых действий. Больше четверти века назад для исполнения президентского указа о мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики в декабре 1994 года начались боевые действия в Чечне. Эти события стоили жизни тысячам военнослужащих и навсегда оставили свой неизгладимый след в истории страны и в жизни участников конфликта. Одним из тех, кто отстаивал там конституционный порядок, был славянец Дмитрий Маркетанов. Он служил в городе Прохладный и ничто не предвещало тех военных действий, в центре которых Дмитрий позднее оказался. В 1995 году это была мотострелковая часть, зенитный дивизион противовоздушная оборона. Прослужил я около полгода там. В должности водителя. Водитель Урал-43-20. Моя боевая задача была подвозка боеприпасов на позиции, вывоз бойцов раненых, вывоз подкрепления. Дмитрий Маркетанов рассказал солдатам о подробностях своей службы, о том, как это было тяжело терять своих друзей-однополчан и о том, что все это не должно повториться. Он охотно ответил на все вопросы собравшихся. Самый главный моральный урок, который вынесли военнослужащие с этой войны, что нет ничего дороже взаимовыручки фронтового братства. Солдаты посмотрели видеохронику первой чеченской кампании. Ребята со всей России служат в Славинске-на-Кубани и гордятся тем, что защищают свое отечество. Служба в рядах вооруженных сил для них – большой положительный опыт и важный жизненный этап. Ты становишься более мужественным, больше начинаешь мыслить, ценить больше, больше начинаешь ценить дом. Защитник отечества – тот человек, который служил, служит или собирается служить, например. То есть даже когда меня поздравляли с 23 февраля, родители я всегда исправлял, зачем меня поздравлять, я как бы не служил. А сейчас я поздравления принял, я принял их на свой счет, то есть спокойно, мне было приятно очень услышать такое. Есть плюсы от армии, конечно. Это дисциплина, самая главная дисциплина, она каждый день у нас. Здесь ты общаешься с людьми, которых ты мог не увидеть даже просто в гражданской жизни. И это огромный такой опыт, который, мне кажется, даст множество положительных, как сказать, плюсов, которые помогут в работе в последующей. Да, и вот, допустим, не собираюсь по контракту служить, но все равно вижу, что эти 8 месяцев уже прошли не зря. Научные сотрудники музея поздравили военнослужащих с Днём Защитника Отечества и пожелали им здоровья и хорошей службы. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».